Сергей, сколько сейчас пятерочек на карте России есть и как пандемия повлияла на открытие в это время и как скорректировала будущие планы? Сейчас у нас уже более полутора тысяч магазинов в новом формате работает. В целом в компании сейчас около 16 тысяч четырехста магазинов пятерочка по всей стране. О новом формате если говорить, год назад вы представили эту концепцию, как вы ее адаптируете под ситуацию, которая сейчас меняется на рынке? Вы знаете, мы наверное единственная федеральная сеть, которая не остановила свое развитие во времена пандемии. Вот наоборот мы продолжали открывать магазины и дело в том, что это связано непосредственно с тем, что мы являемся крупнейшей розничной сетью страны и на нас лежит огромная ответственность по обеспечению продуктами питания населения нашей страны. И вот это, знаете, в определенной степени и ответственность и привилегия служить гражданам нашей страны как раз являлось таким посылом основным в то пандемийное время, когда мы принимали решение о том, что мы не будем останавливать наше развитие. Вот что еще? Очень большой фокус мы ставили на безопасность наших сотрудников, на безопасность наших гостей и например в магазинах пятерочка каждые пару часов делается дезинфекция. Знаете, каждый гость, который заходит в наш магазин, может бесплатно получить средства санитарной защиты и так далее. А вот если говорить про результаты, которые новая концепция показала, то каковы они и как на них самое главное реагирует покупатель? Знаете, результаты очень положительные и это как раз отражается в том, что мы открыли уже тысячу новых магазинов и реконструировали 500 магазинов в новую концепцию. К концу года у нас будет около 2000 и отклик, как я уже сказал, очень положительный. Например, NPS в магазинах новой концепции в полтора раза превышает NPS магазинов старой концепции. Like-for-like продажи, продажи сопоставимых магазинов превышает 10% в магазинах новой концепции. И что очень важно, тоже превышает like-for-like продажи, сопоставимые продажи в магазинах старой концепции. И еще стоит отметить, наверное, что 10% всех продаж пятерочки мы уже получаем из магазина в новой концепции. А так как мы сегодня на конференции поставщиков находимся, то как меняется отношение с партнерами в рамках этой новой концепции? Вы знаете, в целом наши отношения с партнерами меняются не столько даже в рамках новой концепции магазинов, сколько в общем отношении нас с партнерами. И это, конечно, зиждется на нашей концепции завоевание доверия наших гостей. Но завоевание доверия наших гостей невозможно без завоевания доверия партнеров. И что мы делаем в этом направлении? Это, конечно, движение, направленное на большую открытость с нашей стороны, совместное планирование, совместное прогнозирование продаж и также совместное развитие продуктовых линеек. Например, мы недавно запустили в начале этого года программу обратной связи, что означает, что мы получаем от наших гостей обратную связь по тем продуктам, которые мы продаем в магазине. Мы уже получили более 65 миллионов таких оценок. И этими оценками мы делимся с нашими партнерами для того, чтобы они точно так же понимали, что работает, что не работает, что нужно улучшить. И эти оценки, почему это важно? Потому что эти оценки мы уже применяем для того, чтобы принять решение о том, оставить какой-то товар на полке или, наоборот, убрать его. Но у Петерочки не только большое количество магазинов, но и география очень широкая. Если говорить про локальных поставщиков, то какую долю сейчас они занимают у вас и какие тенденции покупательского поведения в отношении них наблюдаются? Вы знаете, локальные поставщики, локальные продажи – это ключевой аспект в концепции свежести. В целом доля локальных поставщиков у нас занимает в районе 30-40% в зависимости от региона. Но если говорить о товарах свежести, то эта цифра намного выше. Потому что такие товары, как, например, кисломолочные продукты, продукты, фрукты, овощи – это очень многое зависит от локальных поставок. Если говорить, например, о региональных продажах, то я, знаете, еще хотел бы немножко отметить такую вещь, что магазины нового концепта получили огромные положительные отзывы от наших гостей не только в центральных регионах, знаете, а также в других регионах страны. Например, сопоставимые продажи на Урале у нас растут на 22% в магазинах нового концепта. На территории Восток – это Сибирь, Волга – в целом растут на 19%. Поэтому большой-большой отклик от наших гостей мы получаем не только в центральных регионах, но и также во всех регионах присутствия пятерочки. А на чем строится обновление в сети помимо дизайна? Обновление сети помимо дизайна зависит от нескольких факторов. И это прежде всего свежести, качество продуктов. Например, более 50% общей торговой площади пятерочки выделено на так называемую арену свежести. То есть это то, где мы продаем товары, которые входят в категорию fresh, имеется в виду кисломолочная продукция, мясная продукция, фрукты, овощи и так далее. Вот, свежести, качество. Второе – это низкие цены. Знаете, пятерочка в новой концепции, я много получаю отзывов, производит впечатление такого качественного европейского супермаркета. И восприятие, оно находится примерно здесь, но цены, по которым мы продаем товары в наших магазинах, они все те же самые низкие цены, к которым наши гости привыкли в магазинах пятерочка. Третье – это фокус на удобстве. В магазинах пятерочка нового концепта мы создали несколько маршрутов покупки, несколько покупательских путей, где, например, есть так называемая быстрая петля. Это где можно просто зайти, например, купить чашку кофе или стакан свежевыжатого апельсинового сока. Вторая петля проходит через арену свежести. И третья уже, знаете, через остальную часть магазина с покупками на более долгий срок действия. И четвертое – это забота о сообществе. Мы считаем, что любой успешный бизнес должен быть социально ответственным и особенно такой большой бизнес, как пятерочка. Мы, как я уже говорил, крупнейшая розничная сеть страны. Мы много берем, на самом деле, у общества. И, как я говорил, это привилегия для нас – служить гражданам нашей страны. Поэтому мы, я считаю, должны не только брать, но и отдавать обществу. И, будучи федеральной розничной сетью, мы хотим оставаться, знаете, локальным магазином. Магазином, что называется, комьюнити. Магазином на районе. Говоря о последнем времени, еще один тренд, который аналитики рынка отмечают – это рост интереса покупателей к товарам СТМ. Вот что сейчас в пятерочке с СТМ происходит? В пятерочке с СТМ происходит хорошая вещь. Мы увеличили долю продаж. Мы практически выходим на 20% доля СТМ в продажах в пятерочке. Но доля продаж – это не самое главное. Для нас гораздо важнее – это качество, которое мы можем дать нашим гостям по разумным ценам. СТМ можно нарастить, но для нас важно не столько количество, а сколько качество того, что мы предлагаем. И опять же, это очень важно в свете последнего пункта, о котором я говорил, забота о сообществе. Потому что ситуация с экономикой не очень сейчас разужная. И, конечно, ковид, пандемия наложили определенные негативные аспекты на то, что сейчас происходит в экономике. Мы считаем, что как раз качество по разумной цене – то, что мы можем предложить нашим гостям через продукцию СТМ. То есть вы пересматриваете какие-то бюджетные составляющие СТМ? Вы знаете, СТМ у нас в целом есть несколько ценовых сегментов внутри СТМ. Но прежде всего, это, конечно же, максимальное качество. Качество не хуже, чем в брендированных товарах, но по очень-очень-очень разумной цене. Но остается только позавидовать покупателям. Спасибо большое. Спасибо.